Сейчас в зале гуляет эхо. Зато в июле яблоку негде будет упасть. Во Владимирском госуниверситете начался прием на очную форму обучения. Аня Майорова одна из первых абитуриенток. Выпускница 35-й гимназии поступать пришла в Институт информационных технологий и радиоэлектроники. В моей школе образование проходило так, что нам даже объясняли, как будет проходить это в ВУЗе. То, что с нас в ВУЗе не будет бегать учитель, куратор за нами, просить, чтобы мы сдавали работу или еще что-то. Там уже будет зависеть все от нас самих. В ВЛГУ шутят. Все неправда. Студентам даже будущим здесь всегда готовы помочь. Вот и приемная кампания разделена на два этапа. Сначала консультация. Здесь абитуриентам и родителям помогут заполнить документы, ответят на все вопросы. После сделают фото. На все 10 минут. В свое время, наверное, 22 года назад, я сама подавала сюда документы, сама здесь поступала. Но было намного труднее от стола к столу. Что-то так, куча народу. А сейчас нет. Сейчас заходите, девушка все объясняет, девушка вас подводит сюда, тут объясняют, говорят, куда дальше пройти. То есть с этим проблем сейчас вообще нет. Я думаю, очень даже хорошо стало. Облегчили намного. ВУЗ в этом году ожидает более 10 тысяч абитуриентов. Для них доступны 160 направлений и специальностей. Отдельное внимание уделяют финансовой мотивации студентов. Если вы к нам в ВУЗ поступили с количеством баллов по ЕГЭ выше 240, то мы вам будем выплачивать повышенную стипендию. Она будет продолжаться весь период вашего обучения, пока вы сдаете сессию на отлично. В 2018 году интерес абитуриентов разделился поровну между техническими и гуманитарными институтами. Большинство будущих студентов отдали предпочтение экономике, юриспруденции, педагогике и журналистике. Екатерина Старикова, Евгения Волкова, Дмитрий Манапов, Губерния, 33.